Татьяна Викторовна, рада всех видеть. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте мы с вами начнем. Если меня хорошо видно и слышно, то поставьте, пожалуйста, огонечек слева от чата. Ну и там же можно сигнализировать, если вам что-то пришлось по душе, если вы согласны с какими-то выводами. Также, если у вас в течение нашего вебинара появятся вопросы, смело их задавайте в чат, и мы будем обсуждать самые злободневные темы, которые касаются детей с СДВГ. А их у нас немало. По статистике в каждой вашей группе, в каждом классе есть 2-3 человека, у которых выявлен этот синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вот давайте об этом поговорим сегодня. Что такое СДВГ? Это когда сочетаются на постоянной основе, можно так сказать, устойчиво определенные признаки у ребенка. Дефицит внимания, импульсивность и гиперактивность. Тогда мы можем предположить, что это СДВГ, но не забываем, что мы, педагоги, не ставим диагнозы. Мы можем только предположить и перенаправить ребенка к невропатологу, чтобы невропатолог уже поставил окончательный диагноз. Ну и по каким мы признакам можем насторожиться и предположить, что у ребенка именно СДВГ? Мы можем видеть такие черты ребенка, как невнимательность, неусидчивость, непродуманность действий, то, что мы называем сначала сделал, потом подумал. Также во внешнем виде мы можем видеть неопрятность, неаккуратность и нежелание следить за своей внешностью. И ребенок ведет себя невежливо, за что он получает постоянные жалобы от воспитателей, от родителей и сверстников, но он очень сильно удивляется в ответ на эти жалобы, потому что он искренне, честно никого не хотел обидеть, просто как-то вот так вышло. Есть еще признаки, то, что называются телесные, которые помогают нам понять, что здесь именно СДВГ. У совсем маленьких лялечек это нарушение сна и пищеварения, у дошкольников это нарушение усидчивости, то есть ребенок не высиживает занятия, не может контролировать свои эмоции, у него постоянные приступы ярости, истерики, ну и такие неприятные вещи, как ночной НУРЭС, тоже могут косвенно свидетельствовать про то, что у нас СДВГ. У школьника к этому добавляется недостаток воли, добавляется, потому что импульсивность никуда не уходит, и если дети нормотипики, что называется, израстаются в какой-то момент, то дети с СДВГ еще очень долго проявляют вот такую вот несвойственную их возрасту импульсивность. Кроме того, это недостаток воли, и это, конечно же, сказывается на домашних заданиях, и ребенок не видит дальних целей, не может поставить себе цели. К подростковому возрасту, ко всем этим букетам добавляется часто еще и компьютерная зависимость, зависимости другие, это может быть зависимость от химических веществ, от алкоголя и так далее. Кроме того, некая неудовлетворенность, постоянная тревога и эмоциональная притупленность. Наконец-то он научился себя контролировать, но ценой того, что все эмоции замерзли. Ну и еще добавлю, что если вот сама стратегия лечения СДВГ поставлена неправильно, то к подростковому возрасту мы видим ребенка, который, во-первых, обозлен на весь мир и обладает крайне низкой самооценкой. То есть он точно уже понял, что и он сам не подходит этому миру, и мир достаточно жестокая вещь. Чем отличаются дети с СДВГ от других детей? Они видят, слышат, воспринимают мир так же, как другие дети. Они хорошо запоминают новую информацию, у них хорошая память, они понимают правила. То есть, в принципе, часто дети с СДВГ учатся даже очень неплохо, и знания усваивают тоже очень неплохо. И они даже вам расскажут все правила, но только следовать им не могут. Кроме того, изначально дети с СДВГ дружелюбны и очень зависимы от оценок других людей. Но это неправильное воспитание может удалить, то есть ребенок перестанет быть дружелюбным. Что же не получается? Не получается быть настойчивым в достижении цели, очень плохо получается регулировать свое поведение не потому, что ребенок не хочет, а потому, что он просто не может. И очень плохо получается удерживать свои эмоции. Ну и неврологи, нейропсихологи говорят о том, что есть такое правило 30%, то есть дети с СДВГ все, что касается волевых качеств, формируют примерно на 30% позже. То есть если у нас ребеночек 12-летний, то мы понимаем, что у него воля как у 8-летнего и так далее. То есть намного меньше своего возраста развиваются волевые качества. Почему это происходит? Вот здесь очень важно понять причины, даже не углубляясь в какие-то медицинские вещи, но причины важно понять. Почему? Ведь часто воспитание ребенка с СДВГ вводится к тому, что ему говорят, вот давай, ты будешь вести себя хорошо с завтрашнего дня и ты будешь хороший. Мы тебя будем хвалить, мы тебя перестанем ругать, мы тебя будем поощрять. И многие родители тоже считают, что таким образом они ситуацию исправят. То есть, например, они говорят ребенку, давай ты со следующего дня начнешь заправлять свою кровать, прибирать игрушки, перестанешь устраивать истерики, и тогда мы будем начислять тебе деньги. Поможет? Нет, не поможет, абсолютно не поможет, потому что здесь не хватает еще очень важного компонента, мы об этом тоже поговорим. Ну и для сравнения такая метафора, представьте себе, что у вас в группе есть ребенок, который не видит, ребенок с нарушением зрения или с отсутствием зрения, и вы ему говорите, а давай-ка ты с завтрашнего дня будешь хорошо видеть, а мы тогда тебя похвалим. Вот с СДВГ примерно такая же ситуация, то есть он не контролирует свое поведение, потому что у него нет на это инструментов. Но поверьте мне, они очень-очень хотят быть хорошими. Почему это происходит? Вернемся к физиологии. Мозг ребенка не успел сформироваться, он развивается чуть медленнее, чем у других детей. Ну и, собственно говоря, лобные доли головного мозга, та часть, которая отвечает за цели полагания и вообще управление своим поведением, формируется и так-то последней из всех других отделов головного мозга. А если вся конструкция запаздывает формироваться, то лобные доли созревают очень-очень долго. Это может быть по разным причинам, ну и примерно поровну. Эти причины делятся на генетические, и тогда вам мама или бабушка, ребеночка будут говорить. Ну, у него и папа был такой же, скакал до 12 лет, а потом исправился. И вполне возможно, она будет абсолютно права, потому что СДВГ может иметь генетическую природу, унаследоваться. А вот половина случаев связана с тем, что головной мозг ребенка не так, как надо, снабжается полезными веществами и кислородом в первую очередь. Это может быть последствия каких-то нарушений при вынашивании беременности. Последствия очень часто бывают родовых травм, когда что-то не так с шейным отделом позвоночника, в результате пережимаются сосуды. Ну и на все это может наложиться погрешность воспитания, и тогда мы получаем то, что называется махровый, цветущий СДВГ, и не знаем, что с ним делать. Переведу вам также диагностические критерии, которые приводят медики. Это обязательно проявление симптомов до 6-летнего возраста. Длительность всего вот этого больше полугода, потому что дети в какие-то определенные моменты становятся гиперактивными, потому что они так растут. Но если все длится очень долго, тогда скорее всего это СДВГ. Есть анкеты для родителей и для учителей, которыми владеют психологи, и при психологическом исследовании они эти анкеты предоставляют родителям и учителям, и по анкетированию дети набирают большое количество баллов за то, что это СДВГ. Но еще важная такая вещь, ребенок с СДВГ ведет себя плохо везде, потому что дети могут вести себя ситуативно. И если, например, выясняется, что ребенок дома ведет себя хорошо, а в группе плохо, это значит, что он каким-то образом дома может контролировать свое поведение. Вот в такой ситуации чаще всего контролирующим моментом служит папин ремень или угол, а ребенок в детском саду, дорвавшись до свободы, он перестает себя контролировать. Но это все равно ситуация, в которой ребенок способен свое поведение контролировать. Либо наоборот, бывает, что он на людях паинька, а дома капризы, истерики, и тогда мы тоже понимаем, что контроль все-таки у ребенка есть. Вот, а если же везде все плохо, если везде бегает невнимателен, неаккуратен, тогда это тоже плюсик за то, что это СДВГ. Давайте пройдемся по особенностям развития. Ну, для тех, кто подошел, еще раз скажу, что можно в чате задавать любые вопросы. В чем особенности развития? И это тоже важно, потому что, исходя из этих особенностей, мы перестраиваем стиль педагогического общения с ребенком, делаем какие-то индивидуализированные вещи для того, чтобы ребенок лучше усваивал информацию. В чем особенности развития? Неполная обработка зрительной информации. Он просто не успевает информацию усвоить, поэтому здесь очень важно несколько раз повторять. Это должны быть разные повторения, с разной интонацией, на разных картинках, потому что ребенок очень сильно утомляется от однообразия. Вторая особенность – это нарушение зрительно-моторной координации, то есть руки и глаза, они как бы друг с другом не могут договориться, и он глазами не контролирует то, что делает руками. Кроме того, правая и левая рука тоже живут какой-то отдельной жизнью и не всегда друг с другом ладят. Часто у таких детей есть вестибулярное нарушение, их укачивает в автомобиле, у них кружится голова, им плохо на качелях или наоборот, им очень хорошо на качелях, а кроме качелей плохо везде. Крупная моторика – таких детей вы узнаете по походке, что называется. Ну и вариант из бардовской песни – «Руки ходят сами по себе, ноги ходят сами по себе». То есть идет ребенок, и он абсолютно моторно разболтан, такое ощущение, что все вот это, руки и ноги, ничем и никем не управляются, мозг как бы не осуществляет контроль. Ну и вслед за этим сложности с мелкой моторикой, трудности бытовых движений, плохо писать, ножницы им страшно давать. Ну вот все вот это вот и складывается в синдром СДВГ. А теперь поставьте огонечки, кто узнал своих воспитанников, посмотрим, насколько у нас сильна эта проблема, и мы будем двигаться дальше. Да, еще нарушение тактильной чувствительности, то есть это дети, которые не переносят объятия, они разборчивы, очень сильно в одежде, потому что им может сжать и так далее. Чувствительны к еде, избирательны, чувствительны к запахам, но низкокожная чувствительность, то есть как бы вот кожей они плохо чувствуют. Отношение к СДВГ, вот очень такая тоже актуальная информация, потому что часто, когда родители приводят ребенка с СДВГ на консультацию или воспитатели пишут какую-то характеристику, они честно считают, что все вот это вот выдумка, ребенок здоровый, просто невоспитанный. Особенно мамы грешат тем, что говорят, у меня ребенок здоров, вы его как-то не так воспитываете. Вторая часть аудитории нашей говорит о том, что ребенка нужно лечить, СДВГ это медицинская проблема, и давайте пусть поработают психиатры, а мы его будем воспитывать, ну, как и всех детей. И третий пул голосов считает, что это проявление нераскрытых сильных сторон личности, и нужно ребенка оставить в покое, вот он такой, какой есть, и пусть вот такой яркий, красивый, самобытный, необычный и живет свою жизнь. Дело в том, что дети с СДВГ превращаются во взрослых с СДВГ, а это не очень сладкая жизнь, и приходится как-то себя встраивать уже в более суровую взрослую действительность. Ну и, как я уже сказала, главная проблема детей с СДВГ – это общественная стигматизация. То есть таких детей все считают плохими, хулиганами, их гоняют из класса в класс. У нас есть мамочки, которые прежде чем попасть в наш тренинговый центр, сменили 2-3 школы. Ну вот в Екатеринбурге есть, ну вот из того, что я знаю, только одна школа, например, которая, безусловно, берет детей с СДВГ и не отказывает из других школ, могут каким-то образом выдавливать, вытеснять правдами и неправдами, потому что с такими детьми очень-очень сложно. Точно так же детки дошкольного возраста могут менять детские сады, они могут уходить на домашнее воспитание, потому что в группе, ну, просто с ними невозможно. И действительно, надо признать, что если педагог один в поле воин, то с таким ребенком справиться очень трудно. Но справиться очень трудно – это полбеды, а самая-то большая беда в том, что в одиночку таким детям не помочь. И здесь же есть еще один нюанс. То есть СДВГ – это не инвалидность, никакой инвалидности, никаких льгот нет у мам, а состояние, между тем, бывает достаточно тяжелое, так что мама не может нормально работать, потому что нужно ухаживать за своим ребенком. Ребенок не может быть в обычной группе детского сада, ну и огромное количество проблем у таких семей. Давайте посмотрим, как все это может быть. Это, конечно, в идеале, но такие идеальные решения я начинаю встречать все чаще и чаще, когда очень аккуратно объединяются вокруг ребенка с СДВГ несколько ведущих специалистов. А именно, есть педагог неравнодушный, который ведет основную группу либо класс, есть психолог, который сопровождает ребенка, есть хороший врач-невропатолог, еще раз подчеркиваю, что это хороший врач-невропатолог или нейропсихолог, который ребенка ведет, и это, не побоюсь своих слов, специально обученные родители, которые также ребенка сопровождают и не воспитывают его так, чтобы ребенок получил психологическую травму. То есть это хорошее, качественное, доброе воспитание в родительской семье. И, пожалуй, вот этот вариант, он обещает быть очень успешным, когда ребенок, несмотря на то, что у него структура его психики, структура его нервной системы, она сохраняется на всю жизнь, но ребенок к началу юности уже обучается жить в ладу со своим непростым телом, у него появляются какие-то подсказки, какие-то подспорья для того, чтобы он мог благополучно жить в нашем человеческом обществе. Тем более, что таких детей у нас очень-очень много. Давайте начнем с медицинского сопровождения. Немножко расскажу об этом, рассказываю не за тем, чтобы мы все тут превратились в врачей, просто когда отправляешь маму к неврологу или, не дай бог, к детскому психиатру, мамы обычно очень сильно пугаются. И они говорят, вот мы туда пойдем, и там ребенка залечат, ему назначат какие-то уколы жуткие, что-то еще. Еще очень много мифов о том, что невролог будет давать какие-то препараты, которые ребенка тут же превратят в овощи, а маме этого не хочется. Но еще одна проблема, когда мамы все-таки получают рецепты, они выкупают препараты, потом они смотрят список противопоказаний и перестают давать препараты. Поэтому, что нужно объяснить про терапию СДВГ. Вообще, насколько я знаю, в терапии есть два подхода, наш и американский. Американский подход ближе к психиатрии, то есть там лечат достаточно серьезными препаратами психиатрическими. Там назначают антиконвульсанты, которые при эпилепсии назначают. Там назначают антипсихотики. Но и линия лечения, которая сейчас у наших лучших неврологов есть, по крайней мере, я могу говорить за Екатеринбург, наши неврологи лечат именно таким образом. Это комбинация препаратов наотропы, препараты, которые стимулируют умственную деятельность, активизируют когнитивные функции. То есть это такая подкормка для нервной системы, подкормка для нервных клеточек, которые, получив свои питательные вещества, начинают функционировать лучше. Функционирует лучше и лучше функционирует тормозная функция нервной системы, которая позволяет ребенку научиться притормаживать себя, останавливать себя и, в конце концов, контролировать. А вторая группа веществ – это адреносимпатомиметики, которые как бы имитируют действия биологических активных веществ, гормонов, которых у ребеночка недостаточно, и именно из-за недостатка этих гормонов у него и возникает СДВГ. Ну и третье – это биологически активные добавки, которые тоже назначает врач. То есть мы не назначаем ничего сами абсолютно, потому что СДВГ бывает разной природы, разных видов. Обращаемся к хорошему врачу и получаем назначение. Ну и дети, которые пролечились у невролога, они очень сильно меняют свое поведение, поэтому я считаю, что вот это вот лечение при СДВГ, оно необходимо вот просто в 100% случаев. Без него нам не справиться. Но ни одно только лечение. Что еще очень важно? Очень важно, чтобы врач провел хорошую диагностику, по крайней мере сделал энцефалограмму. Обратите внимание, справа энцефалограмма ребенка с СДВГ, слева энцефалограмма обычного здорового ребенка, и разницу вы видите. Чтобы была сделана обязательно дифференциальная диагностика, потому что под СДВГ могут скрываться разные вещи. Это могут быть особенности темперамента, это может быть какой-то невроз, следствие психологической травмы ребенка, это может быть последствия каких-то длительных заболеваний, связано также может быть с щитовидкой, тот же самый тиреотоксикоз. Могут быть и какие-то генетические нарушения, так или иначе, все это тоже на ребеночка может очень сильно влиять, и хороший доктор в всем разберется. С врачами все. То есть здесь мы оставляем диагностику и терапию на долю врачей, и сами движемся поближе. Коллеги-психологи. Что могут сделать психологи, психолог в сопровождении? Во-первых, сейчас уже в распоряжении психологов есть очень хорошие инструменты, которые помогают натренировать мозг ребенка, на то, чтобы ребенок сопротивлялся отвлечению, на то, чтобы он удерживал фокус внимания, чтобы он мог совершать какие-то действия осознанно. Это разного рода инструменты. Могут быть упражнения нейропсихологические, могут быть упражнения с подключением биологической обратной связи, и это занятия с использованием персонального компьютера и специальных программ. Что еще? Точно так же с помощью тех же инструментов можно подстимулировать развитие функции контроля, и мы можем ребенка обучить планированию собственной деятельности, дать ему какие-то подсказки, подкорки, и он научится это делать. Ну и вот примерный план нейропсихологической коррекции – это то, что предложит хороший нейропсихолог, если к нему приведут ребенка с СДВГ. Начинается все с нормализации тонуса, детей учат расслабляться, и, кстати, дети, которые обучены расслабляться, они лучше себя контролируют. Дальше тренировка контроля движений, дальше формирование произвольности памяти, внимания, речи, и дальше обучение планированию. Но даже педагог, который работает на группе, где есть ребенок с СДВГ, может, не особо прикладывая дополнительных усилий, добавить полезности в свой воспитательный процесс, если будет включать в повседневную жизнь группы игротерапию. И ее можно включать для всех детей, она точно никому не повредит, то есть ребенок с СДВГ нормализуется, а дети, у которых нету таких проблем, они тоже получат свою полезность, они еще больше разовьют свой головной мозг. Нам этого и хотелось бы. Ну вот я просто привела по одной игре на каждый пункт раздела нейрокоррекции. Смотрите, например, первая игра, давайте познакомимся, на снятие мышечного напряжения, на переключение внимания, ну и в конце концов это очень добрая игра, когда дети начинают взаимодействовать, как хорошие друзья. Много тактильных ощущений, много обнимашек, и ребята расслабляются в этой игре. Следующая игра помогает развить наблюдательность и уже волевой контроль. Кричалки, шепталки, молчалки. То есть по команде педагога можно, дети могут по одной команде кричать, допустим, красная ладошка, желтая ладошка появляется, как значок, шептать, зеленая, все дети замирают на месте и молчат. Несколько повторений такой игры, и ребята начинают лучше себя контролировать. Ну и вы, конечно, точно знаете, очень много игр, в которых есть даже тот же механизм, то есть ребенок переключает свои движения под вашу команду. Ну то, что нам и надо наработать. Умение концентрироваться. Что нового? Взрослый рисует любую геометрическую фигуру, и ребята по очереди подходят к доске и что-то дорисовывают. Остальные ребятки, закрыв глаза, сидят и ждут, а когда ребенок дорисует, они должны сказать, а что, собственно говоря, изменилось. Ну и игра роботы на формирование умений делать план действий. То есть здесь уже в этой игре есть определенный план. Детям говорят, ребята, вы сейчас роботы, им предлагается побыть роботами, и роботам задается команда. Шаг вперед, два шага вправо, шаг назад. И после того, как вся команда прозвучала, дети должны выполнить всю команду. Но если у них хорошо получается, тогда программу усложняем до 6-7 отдельных команд в этой программе, и дети стараются все запомнить, все выполнить. Таких игр, как вы понимаете, тоже очень много, и вы можете, понимая запросы, понимая проблемы ваших деток с СДВГ, включать такие игры в разминки, в игровую деятельность, в прогулки, и тем самым еще немножечко корректировать в состоянии ребенка. Педагогическое сопровождение. Педагогическое сопровождение тоже очень важно для таких детей, потому что проблемы в обучении, проблемы в освоении любого материала у них есть. И здесь у нас получается то, что шахматисты называют вилком. То есть, с одной стороны, ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а с другой стороны, поскольку у него нет инвалидности, естественно, у него нет и прав, карты, которые предоставляются, у него нет никаких оснований выводить его, например, на индивидуальное обучение, на коррекционную поддержку. И такой замечательный человечек, он живет в вашей группе наравне со всеми, и всем от этого очень сильно не весело. То есть, мы должны сделать невозможное часто, дать ребенку индивидуальный подход, оставляя его в группе детей. Кроме того, гиперактивные дети, они чем еще отличаются? У них вот сами циклы чередования активности и отдыха более короткие. И что еще важно? Смотрите, если ребенок с СДВГ посидел, посидел и начал бегать, это значит не то, что он набрался сил и отдохнул, это значит, что он переутомился. То есть, у детей вот эта вот подвижность, она включается в тот момент, когда ребенок переутомился. Ему нужно постоянно отдыхать, и двигаться обязательно надо, и как бы все это со временем вашего занятия может не совпадать. Это тоже проблема. кроме того, у таких детей обычно очень низкая мотивация на познание, познавательная мотивация, учебная мотивация в школе, и учиться чему-то им неинтересно, поскольку воля не работает так, как надо, им просто неинтересно. Зато у них высокая мотивация на получение признания и похвалы. То есть, у таких детей похвала вообще в дефиците, у них самооценка вообще в дефиците, и ребенок очень чувствительный к тому, чтобы его похвалили. Этим мы можем пользоваться, но лишь бы не передавить вот этим инструментом. И кроме того, дети с СДВГ, они очень сложно перестраиваются с задачи на задачу, и таким детям нужно просто больше времени, чтобы сосредоточиться. То есть, другие дети, допустим, уже переключились, а он не может, он еще застрял на прошлом деле. Следующий важный момент. Мы все стараемся, чтобы ребенок с СДВГ научился высиживать долго. То есть, он должен сидеть, молчать, мы его за это хвалим, он искренне старается сидеть и молчать. Но вы видели, как это происходит у детей с СДВГ. То есть, допустим, он искренне старается, и он сидит на своем столе, и он начинает на столе что? качаться, пока стул не развалится. Или он будет сидеть на своем столе и грызть карандаш. Или что-то ему в руки попадает, и он начинает это вертеть и тискать, пока не разорвет, например, игрушку. Зачем это ему надо? Причем, ну, как бы наши уговоры, да, наше, наше недовольство, наше обещание, посиди и получишь похвалу, они не работают. И здесь вот есть такой маленький секрет. поскольку мозг ребенка развивается с какими-то своими закономерностями, где-то с опозданием, у таких детей, как ни странно, тонус вот всей системы мозга, он снижен. И как бы, если ребенок садится и сидит, его мозг начинает засыпать. И он впадает в такое состояние, как обычный человек попадает, ну, например, в состояние такой очень серьезной усталости, когда находишься на грани сознания и несознания, такого сна и бодрствования, и с трудом понимаешь, что с тобой происходит. Согласитесь, что это состояние, оно очень-очень неприятное, поэтому дети подсознательно, телесно стараются это состояние прекратить и начинают прыгать и скакать. Когда он прыгает и скачет, особенно, когда он качается, подпрыгивает, перескакивает с поверхности на поверхность, его головной мозг просыпается, ребеночек становится бодрым, веселым и дальше уже может продолжать резвиться. Но здесь у нас тоже, опять-таки, такая педагогическая вилка, потому что сделать вот все это и не нарушить дисциплину на занятиях просто невозможно. Ну, и сейчас давайте мы будем искать с вами решение, потому что все равно что-то надо делать, да, нужно каким-то образом помогать ребеночку. Что мы можем сделать? Ну, вот те еще проблемы, которые у детей есть, об этом я уже говорила. Во-первых, здесь уже чисто житейские советы, которые начинают работать. Этого ребенка усаживаем рядом с собой. Его гораздо удобнее контролировать, когда он под руками. Можно где-то подсказать ему лишнее слово, может быть, дать ему возможность подвигаться, по крайней мере, вы точно видите, что происходит. Хуже, когда он там где-то за последним столиком, и он уже всех издергал, и потом вы уже обратили на это внимание. Второе. Продумывайте занятия таким образом, чтобы у ребенка были задействованы все анализаторы, чтобы он мог очень быстренько, активно переходить от одной деятельности к другой. Что-то посмотрел картинки, причем он самых лучших руками перебирает, после этого взяли, например, счетный материал, и он этим материалом поиграл. Потом посмотрели видео, потом порисовали немножечко, и, глядишь, такому ребенку уже становится легче. Третье. Это звучит немножко дико, но такому ребенку нужно давать возможность двигаться во время занятий. Как это сделать, зависит во многом от того, какая у вас группа, насколько дружны у вас, ребята, как вообще организован процесс, какие могут быть варианты. Вариант первый, мы ребенка отправляем с поручениями, то есть мы достать краски, кисточки, бумагу, намочить тряпку, что-то еще, предлагаем именно этому ребенку, а не каким-нибудь спокойным детям, потому что они и так высидят, а ему надо. Он там сбегал пару раз за красками, и, глядишь, дальше будет сидеть спокойнее. мы иногда честно ребятам говорим, то есть если видим, что ребенок не высиживает, что ему тяжело, предлагаем, например, вот 10 кругов по группе ты можешь сделать, он 10 кругов пробежал, сел обратно и все. Ну, что еще можно сделать, еще вот выход, который срабатывал хорошо, это замена стульев на мячи-прыгунки. Здесь есть опасность, что все захотят, ну, эту опасность легко преодолеваем, если честно, ребятам рассказываем, что вот этим ребятам очень сложно высидеть, у них мозг так устроен, они так устроены, пусть они посидят на мячах-прыгунках. Конечно, в перерыве на мячах-прыгунках поскачут все. или любая неустойчивая поверхность, на которой ребенок находится, она тоже помогает ему стимулировать отделы своего головного мозга и помогает ему дольше высиживать. Ну, и меня очень сильно спасал так называемый стол разгрузки. Что это такое? То есть есть отдельный столик, на котором выложена, например, бумага, которую не жалко измять, маленькие лего-кубики, карандаши, бумага порисовать, пластилинчик. И с ребенком договариваемся, что когда ему становится не в моготу, он может подойти к этому столу и очень тихо что-то поделать. Порвать бумагу, полепить из пластилина, перебрать лего. И, как правило, договариваемся по какому-то знаку, что он кивнул, вот все, хочу, иди. Ну, и обычно предлагаем ребятам очень быстро сделать задание и потом идти к столу разгрузки. И еще очень хорошо помогают, если в ручки дать игрушке антистресс. Всякие шарики с пупырышками, всякие зверюшки, которые набиты крупой, или резиновые игрушки, которые можно там мять, тянуть и так далее. Ну, и те вот знаменитые поп-ит, которые были в моде несколько лет назад, по-моему, такие разноцветные досочки с пупырышками, они тоже хорошо для этих ребят подходят, вот им-то они нужнее всего. То есть, он пока сидит, у него ручки заняты, и у него напряжение как бы через руки выходит, он может сидеть подольше. Вот, это такие важные вещи с точки зрения физиологии, как мы можем ребятам облегчить жизнь на занятиях. Ну, и очень важно ребёночка замотивировать. Чем можно замотивировать? Во-первых, это товарищи обычно очень эмоциональные, и они любят всё новенькое и необычное. То есть, здесь вот, чем ярче ваши занятия, тем больше внимания со стороны ребёночка с СДВД. Ну, и второе, это азарт и призы и игры. Если это есть, то через азарт, через игры ребёнок может сконцентрировать свою волю и начать заниматься более или менее хорошо. То есть, это тоже такие вот рабочие варианты, которые мы можем использовать. Ну, и в последней части нашей с вами встречи очень хочется поговорить ещё и про семьи ребёнка с СДВД, потому что здесь тоже есть о чём говорить. Но пока спрошу коллег, вот по той информации, которую я рассказала, есть ли вопросы, нужно ли что-то уточнить, например, о чём-то поговорить чуть-чуть подольше, можно сейчас позадавать вопросы и дальше мы уже будем говорить про семьи ребёнка с СДВД. Дальше уже будет такой подход семейного психолога, но там тоже немало всего интересного. как помочь ребёнку с СДВД с учёбой в средней школе подготовка к ОГЭ. Самое первое, что нужно сделать, ну, я так понимаю, что ребёнок свой личный, любимый, самое первое, что нужно сделать, это внушить, что вообще ОГЭ это не очень страшно. Как ни странно это звучит, то есть ничего страшного не произойдёт, всё будет хорошо, даже если что-то не получится с первой попытки, есть много вариантов пересдать. Это не страшно, волноваться не о чем. Это первое, что мы говорим. Второе, что мы говорим, я тебя люблю и любить буду бесконечно, что бы там не было с твоим ОГЭ. Оценка не влияет на мою любовь. Третье, у ребёнка, который готовится с экзаменом, вообще у любого ребёнка, у ребёнка с СДВГ, тем более, должно быть в режиме дня обязательно должны быть такие вещи, как отдых, прогулки, какие-то расслабляющие вещи, спорт, хорошее питание, ну и здесь мы добавляем витамины и всё то, что скажет вам невропатолог. и таким образом спокойненько ребёночек к ОГЭ готовится. Вот, надеюсь, что ответила, то есть опять-таки здесь мы подходим комплексно к ситуации и получаем хорошие результаты. Здесь, пожалуй, вот самое плохое решение это усадить за учебники с утра до ночи и тогда остатки терпения, остатки резерва нервной системы будут быстро потрачены и на экзамен на их не останется совсем. Ну что, задавайте вопросы, мы будем двигаться к проблемам семейным детей с СДВГ и сейчас расскажу тоже, надеюсь, очень интересные для вас вещи. Есть исследование, очень хорошее исследование автора Труфанова «Проблемы межличных отношений у детей с СДВГ» и там приведена статистика, то есть после обследования семей, где есть ребенок с СДВГ, выяснилось, что у родителей в этих семьях схожие стратегии. 60% семей очень авторитарны, то есть там родители четко диктуют свои правила, эти правила достаточно жесткие, они не варьируются и родителям очень и очень важно, чтобы ребенок эти правила выполнял. если ребенок правила не выполняет, то он получает свое наказание больше 50%. Еще 25% это семьи, в которых своего ребенка считают неудачником и там родители коллекционируют его промахи по разным причинам, может быть для того, чтобы ребенка исправить, скорее всего, я думаю, для того, чтобы компенсировать свое несовершенство, но собирают промахи ребенка и прямо записывают, что он не так сделал. И 15% это симбиоз, то есть там, где мама говорит, мы, мы пошли в пятый класс, мы пошли в университет, мы выбираем профессию, и мама ребенка очень долго не отпускает. Но при этом родительская стратегия кооперация не использовалась ни в одной семье 0%. Что такое кооперация? Это когда люди понимают, что они одна семья, а семья это люди, которые друг другу помогают. Ребенок помогает взрослым, взрослые помогают ребенку. И вот в таких семьях почему-то СДВГ не выявляется совсем. Почему? спрашивает автор. Возможно, там и есть дети СДВГ, но вот сам стиль управления такой, как кооперация, он приводит к тому, что у ребенка сложностей не возникает, а те особенности нервной системы они нивелируются нормальным отношением родителей. То есть здесь тоже есть о чем подумать. Подумать все-таки о родительских системах, почему так приходят, ну и когда родители СДВГ приходят и говорят за что мне это все, я говорю любимую присказку психологов, а давайте мы подумаем не за что вам это все, а зачем вам это все. И может быть такой ребенок пришел в вашу семью, чтобы семья стала более гибкой, и чтобы семья пересмотрела свои правила, которые собирались десятилетиями и поколениями. Может быть ребенок пришел для того, чтобы вы стали ценить вообще любые проявления талантливости, они есть у всех людей, или может быть для того, чтобы вы научились отпускать вашего ребенка, ну зачем-то это с вами случилось. Ну и для того, чтобы родитель стал помогающим, а не карающим вот в этой ситуации, обязательно проводим лекционную работу. То есть это могут быть лекции для группы детей с СДВГ, точно так же это могут быть консультации, консультирования родителей, которые обращаются с вопросом, как мне вести себя, как мне воспитывать ребенка с СДВГ. То есть здесь что очень важно проговорить? Первое это понимание природы СДВГ и здесь вы можете использовать тот материал, который есть в презентации, кстати, его можно скачать прямо отсюда, вот из этой комнаты вебинарной. Кроме того, рассказываем про все методы помощи детям с СДВГ, их много, и проговариваем про роль родителей, то, что я сейчас сказала. Что еще очень важно родителям рассказать, что родительство это вообще процесс, когда мы передаем ребенку необходимые качества и навыки, чтобы прожить жизнь счастливо. И вместе с родителями создаем некую стратегию, то есть какие качества и навыки надо передать, чтобы ребенок был счастлив. Третье, говорим про самооценку, про формирование положительной самооценки, умение слушать и понимать. и четвертая тоже очень важная вещь, это программа самосохранения для родителей, потому что воспитание ребенка с СДВГ это иногда очень серьезный стресс для мамы, и на маму давит с одной стороны семейная система и семейная стратегия, а с другой стороны этот вот ребеночек, который не такой, как другие, очень сложно, непонятно, и здесь тоже у родителей могут быть разные отношения к ребенку с СДВГ. Поэтому разговариваем с родителями еще о том, как вообще уцелеть психически в такой ситуации, как поддержать себя, говорим про медитацию, про то, что обязательно нужно проводить какое-то время не с ребенком, что нужно задействовать все силы, может быть нянечат, может быть какие-то кратковременные группы, что-то еще, но нужно дать себе возможность отдохнуть и набраться ресурсов. Ну и в консультациях, здесь уже в индивидуальных консультациях, что помогаем сделать через разные игры, это выстраивание позитивных отношений с ребенком, то есть когда ребенка принимают, когда его уважают, когда его хвалят. Рассказываем о том, что такое положительное внимание к ребенку, что как важна похвала для таких детей, дальше рассказываем уже про методики, которые могут сработать, вот тоже про эти методики расскажу, потому что их можно вводить и в семье, и в детском саду. Это система поощрения в баллах, когда ребенок за то, что он сделал, а особенно подождал, потерпел, довел дело до конца, он получает баллы, и чем больше баллов, тем больше у ребенка каких-то приятных привилегий. Единственное, что для детей с СДВГ, когда вот эта система только-только вводится, нужно понимать, что первые задачи, они должны быть простыми. то есть, если на первую задачу выводится такая вещь, как, например, вымыть всю квартиру, то точно ребенок не сделает это никаким образом, и ребенок как бы свои баллы не получит, еще больше в себе разочаруется, нам не надо это. Дальше, что еще можем рассказать о том, что мы вводим систему планирования, чек-листы, планы, планировщики, и вот это вещи, которые работают. Например, наш шустрый ребеночек встал утром с постели, а у него висит чек-лист, он смотрит на чек-лист, я встал с постели, да, ставится галочка, пошел умыться, но пятиминутное дело, нервная система справляется, пошел умыться, умылся, поставил себе вторую галочку. В конце дня, если все галочки стоят таким образом, ну или пойти с мамой в кафе, или в парк погулять, или что-то еще, ребенок получает что-то приятное. Таким образом, он через вот эти вот системы учится собою управлять, ну что нам и требуется. Следующее. Принципы поведенческого руководства. То есть, когда родители честно ребенку говорят, слушай, мы сейчас можем пойти, например, на детскую площадку поиграть, но при условии, что ты никого не стукнешь и истерику не устроишь. И давай сразу же честно договоримся, что если это случится, мы без разговоров идем домой. Почему это честно? Вроде бы это наказание, а я вначале говорила, что наказывать нельзя, но смотрите, на самом деле это договор. Это договор честный, а в наказании мы всегда наказываем как бы для ребенка неожиданно. То есть, он не знал, что его накажут, например, за попытку подраться или покричать, получил наказание, ему обидно. А здесь не обидно, потому что заранее же договорились, ну и мама или папа говорят, ну вот слушай, все, смотри, полчасика проиграли, больше ты не смог, но ты все равно молодец, пойдем домой, а завтра попробуем чуть-чуть подольше поиграть, и я надеюсь, что ты не будешь устраивать истерики. Дальше, консультация по решению поведенческих проблем ребенка в детском саду и школе, то есть, как договориться с педагогом, как создать условия и предупреждение будущих проблем, таких как зависимости, склонность к каким-то ненормативным моделям поведения и так далее. Ну и теперь уже особые рекомендации для семей каждого типа. Семьи авторитарного типа, ну как я уже сказала, это семьи, в которых самое главное это порядок во всем, там, где есть иерархия семьи, незыблемые правила, семейные мифы, ну и там, где все-все-все по правилам. Отношение к ребенку такое, что он пытается нарушить правила, делает все назло и это неприемлемо. Также общение на повышенных тонах и какие-то наказания. Здесь мы таким родителям объясняем про характер, состояние болезни, разъясняем про то, что необходима комплексная работа специалистов и помогаем родителям понять, что ребенок так себя ведет не потому, что он плохой, а потому, что он по-другому не может. Отвергающая семья. То есть там, где родители из-под вольщи считают, что ребенок неудачник. Что мы здесь делаем? Во-первых, даем возможность родителям выговориться. Ну и если вот такая семья, такая стратегия присутствует, это говорит о том, что родители и себя считают не очень удачливыми людьми и переносят свои неудачи на своего ребенка. Поэтому здесь мы находим ресурсы для взросления родителей, точно так же рассказываем про причины СДВГ и выделяем родительскую зону ответственности. Ну, если простыми словами, то говорим о том, что удача ребенка, его успехи во многом зависят от родителей, от того, что вы будете делать сами. Ну и семья с симбиозом, там, где мама растворяется в своем ребеночке. что мы здесь делаем? Во-первых, здесь очень важно разделить ответственность, потому что мама будет ответственность за взросление своего ребенка, за все-все-все перекладывать на вас, прежде всего на педагогов и психологов. Так оно и получается. Ну и когда мы размечаем ответственность, то здесь уже часть ответственности лежит на ребенке, ребенок начинает взрослеть. ну и поиск ресурсов для мамы, для того, чтобы она взрослела. Ну, кроме того, для всех родителей варианты воспитания, которые провоцируют агрессию. То есть, если есть противоречивые требования какие-то, если есть какие-то свои собственные неразрешенные эмоциональные проблемы, если есть использование наказания, если ребенок постоянно наказывают, негативность или общение с родителями, если есть какие-то оскорбления чувств ребенка и так далее, то же самое, ничего хорошего не получится. Ну, и несколько правил для родителей, такие, например, как я высказывание, то есть, ребенок, родитель не перекладывает на ребенка свою ответственность и такая вещь, как активное слушание и активное принятие. То есть, родители как бы вникают в проблемы своего ребенка, говорят, что ему не все равно, всячески показывают, что они на его стороне и таким образом содействуют тому, что ребенок чувствует себя более хорошо. Ну, и последняя полезная практика для деточек с СДВГ это вот такая техника цивилизованной конфронтации, то есть, когда нужно каким-то образом обозначить границы ребенку с СДВГ, мы делаем это не сразу не в лоб, а сначала высказываем свою точку зрения если она игнорируется, повторяем еще раз, потом предупреждаем о санкциях, ну и, собственно говоря, потом уже идут какие-то мягкие санкции. Вот, ну и оставляю свои контакты и теперь готова ответить на вопросы. Так, секундочку. сейчас я открою чат, чтобы было удобнее. Первый вопрос. Ребенок дошкольник 4 года, стимулы баллы, я логопед, но бегать за ним по кабинету мало успеваем, занимаемся от него. На что глаз упал, но главное держусь темы занятия. Родители стреляются, невролог может, медикаментозно что-то изменить. Да, невролог может медикаментозно изменить, а вы попробуйте добавить в начало занятия нейропсихологическое упражнение на первый блок головного мозга. Они есть в разных сборниках и всякие упражнения на дыхание, на расслабление вам очень сильно помогут. То есть 5 минут уделить таким упражнениям и ребеночек станет поспокойнее. Здесь очень важно логопедией заниматься вот с нейропсихологическим подходом, учитывая, как работает мозг ребенка. Как педагогу реагировать на оскорбления, хамское отношение в его адресе одноклассников со стороны ребенка со СДВГ? Вот самый важный совет может быть принят в штыки, но тем не менее не обижаться. Почему не обижаться? Не потому, что не обидно, а потому, что вы не должны выходить из педагогической позиции ни в коем случае. Педагогическая позиция – это вы в любой ситуации, даже самой тяжелой, помните, что вы ребенка воспитываете. Если вы перестанете обижаться и начнете очень спокойно рассуждать о том, что ребенок неправильно делает, что чувствуют люди, которых он оскорбляет, почему лучше обращаться с людьми по-другому, вот эти капельки, они камень будут точить постепенно. И здесь еще очень важно подсветить правильное решение, то есть фокус внимания мы переносим на правильное действие ребенка. Вот он где-то хамил-хамил, а потом раз кому-то помог. И вы ему говорите, Вась, вот ты такой молодец, что помог, я прям тобой горжусь, так здорово, так приятно. И тогда постепенно вот этих добрых дел у ребеночка будет все больше и больше, и он также постепенно будет переходить то, что называется на светлую сторону, что нам и требовалось. Вот, задавайте, пожалуйста, еще вопросы. И да, уважаемые педагоги и логопеды, не забывайте о том, что если вы работаете с детьми с ДВГ, то своя личная психогигиена, она тоже должна быть. У вас должно быть что-то или какое-то пространство, где вы можете расслабиться, отдохнуть и восстановить свою энергию, потому что, да, это тяжело, это энергозатратно, но мы сами это выбрали, значит, мы в состоянии сделать эту работу хорошо. Желаю вам удачи, ну и спасибо, что были, мне важно было это рассказать, и, конечно же, до новых встреч. Не до новых встреч, остеопаты. Смотрите, здесь есть стратегия определенная, сначала невролог, что невролог говорит, то и делаем. Вот прямо самое главное это выбрать хорошего невролога. Есть, потому что кинезиотерапевты, есть остеопаты, есть томатис, есть босс, много всего, но это все где-то сработает, где-то нет. остеопат для меня очень под большим вопросом, честно. Но я, может быть, мало знаю эту методику. Да, нейроподход, ну вот я могу точно сказать, что он работает, потому что я в нем работаю с детьми с СДВГ. Он работает. Да, результаты работы теряются, мы начинаем сначала, и в следующий раз уже знаем, что результаты могут быть потеряны, и даем ребенку какие-то якорьки, может быть, вместе с ним рисуете какие-то таблички, что-то еще, и когда он возвращается, вы ему говорите, вот помнишь, что мы с тобой на прошлом занятии сделали, смотри, вот-вот и вот, давай мы это повторим, и будем двигаться дальше. Результат работы для Ольги, отвечаю, очень долгая и кропотливая работа. Ребенок плохо фиксирует результаты, ребенок с СДВГ. На самом деле так, это комплексная работа, она будет длиться долго, хвалить за хорошее. Да, много таких детей, и согласна, хочется им помочь. Ну что же, коллеги, надеюсь, что была полезной. Всего вам доброго, хорошего лета, которое вот-вот начнется, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok